МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь особое подразделение, о существовании которого знают немногие. Хотя отслаженной и оперативной работы именно этого подразделения напрямую зависит результат работы многих служб, как правоохранительных, так и государственных структур. Речь идет об адресно-справочной службе. Подразделение, которое в советское время и вплоть до 2006 года называлось адресным бюро. 15 октября 1809 года Александром I был подписан указ о создании в обоих столичных городах Российской империи адресных контор. Так в системе государственных органов появился институт ведения централизованного учета населения. Второе рождение адресные подразделения получили после революции 1917 года. В 1926 году было объявлено о создании в СССР адресных бюро и адресных столов. Положение о паспортной системе в СССР было принято 27 декабря 1932 года. Именно с этой даты ведется отчет современной истории паспортной службы. Большое значение адресное и справочное бюро приобрели в годы Великой Отечественной войны. Люди вверяли Центральному справочному бюро поиск своих родных, которых раскидало тяжелое время войны. Исключительно важное значение в годы войны приобрела проблема розыска детей, потерявших связь с родителями. За военные годы было разыскано более 20 тысяч детей. Примечательно, что всю эту работу выполняли женщины. После военное время проблема розыска родственников осталась актуальной. Не потеряла важности и необходимость учета населения. Адресно-справочная служба развивалась на протяжении всей своей истории. Здесь есть свои нюансы. Допустим, если вы пройдете, то вы не найдете здесь буквку О. У нас все А, это и О. Вот вы пройдете. Есть такие, что-то совмещается. И для этого девочки уже знают об этом. И смотрят, и находят очень быстро. Буковка А, а Осипов как раз здесь идет. Главная достопримечательность службы – так называемые барабаны. Хранилище для адресной картотеки и постоянной работы с адресными листками. Эти барабаны используются с 1978 года. Вот так вот мы выставляем для того, чтобы найти. Чтобы потом по-строгому поставить оно. Вот он и идет. Мы нашли его. И это на каждого жителя? На каждого. Абсолютно. Тверской области. Всей области. То есть вот в этих картотеках все-все-все жители Тверской области? Да. Все жители Тверской области. Если гражданин на сегодняшний момент зарегистрирован по месту жительства или по месту пребывания, то информация о нем есть. В этих картотеках учитывается все, в том числе смена фамилии. Информация об этом хранится 25 лет. А еще фиксируется смерть человека. Вот человек умер, приходит в листочку бытия. Мы его можем найти в течение 10 лет. По нему приходит запрос. Ну, к примеру, из суда, из налоговой службы, откуда угодно, да? Находит, что он убыл именно по смерти. 10 лет он стоит. Есть специальные пометки для тех, кто считается пропавшим без вести или находится в розыске. Если мы находим, он зарегистрирован у нас, то мы его прикрепляем, вот этот вот федеральный розыск, прикрепляем к его адресному листку. И тогда, когда идет запрос, то мы выдаем полную информацию об этом человеке. Есть те, которые нету их, допустим, но он все равно будет стоять, этот федеральный розыск. То есть он у нас не зарегистрирован, а он есть, да? Мы его поставили. И потом приезжает кто-либо, вдруг либо регистрируется, либо регистрация по месту пребывания, да, вот регистрируется. Мы сразу смотрим и говорим, что такой-то, такой-то человек находится в таком-то розыске. Это база электронная уже, адресная. Вот она берет звоночек, справочку, рабочий телефон. Переход на электронную автоматизированную базу учетов начался с 2004 года. В годы, когда начинала работа ветеран службы Лариса Владимировна Дронникова, ни о каких электронных учетах даже и мечтать не приходилось. У нас было 17 человек. Работа была очень большая, потому что считается, что за неделю надо было вот в эти барабаны, у каждого был свой участок, но где-то туда, как мы говорим, вливание идет, да, вот эти новые карточки, что-то старое выбрать. Более тысячи штук. За неделю? За неделю. И плюс еще надо было где-то порядка 100-150, это были еще и запросы, ответы. И надо было работать еще и с населением. Условия работы сотрудников адресно-справочной службы сегодня, конечно же, отличаются от трудовых будней предшественников, тех, кто работал здесь 50, 30 и даже 15 лет назад. Это такая специфическая служба, что это сотрудники, которые не носят погон, хотя они выполняют такую важную задачу для нас, для всех. Сотрудники это государственные гражданские служащие и сотрудники-работники, как мы называем, по вольному найму. Очень многие наши ветераны, которые сейчас уже ушли на заслуженный отдых, проработали здесь, знаете, всю жизнь. Как пришли со школьной скамьи, вот есть у нас такие, проработали 45 лет. И вот уже даже трудно отсюда уйти, но, как сказать, жизнь заставляет уже и возраст. Но мы ветеранов своих помним, хотим сказать, конечно, большое спасибо. Вот именно лишь некоторых из ветеранов службы. Леонид Алексеевич Григорьев возглавлял областное адресное бюро в 60-е годы. Мария Михайловна Лапина пришла в областное адресное бюро сразу после школы и посвятила этой службе всю трудовую жизнь. Зинаида Павловна Кондрашова 45 лет жизни отдала любимому делу. Пришла сюда в 67-м году 19-летней девушкой. В 70-е признана лучшим сотрудником областного адресного бюро. Ирина Арсеньевна Жилинская была начальником областного адресного бюро с 1977 по 2006 годы. Дело тех, кто создавал эту службу, работал и работает здесь сейчас, востребовано не только правоохранительными службами, государственными структурами, но и жителями всей нашей Тверской области. Для того, чтобы, наверное, решать какие-то их проблемы в оперативной работе, вот эта служба, она очень необходима. Здесь ведется учет не только коренных жителей области, но и иностранных граждан, гостей, проживающих в гостиницах. Эту работу называют святая святых подразделений по вопросам миграции. Те сотрудники, которые работают здесь, это, знаете, как вот воздух, да? Его, если нет, то без него никак. А если, как сказать, он есть, то его вроде не замечаешь. Новый запрос. Вновь крутится барабан. Ведется поиск. Казалось бы, монотонная, рутинная работа, но никто не отменял ее важности. Ведь за каждой такой карточкой стоит человек. Мы с вами, уважаемые жители Тверской земли.